Мир Божий вам, Церковь. Очень рад вас всех видеть. Во всему миру есть Божий. И как всегда есть кожа заменитель, есть настоящая кожа. Есть дети, а есть что-то подобное. Всегда есть. Ну, слава Богу, что Церковь это то, что Бог хочет видеть и слышать и понимать всегда. Я верю, что мы сегодня не подмена. Все вадимые Духом Божьим в суть. Кто помнит? Сыны Божьи, вадимые Духом. Я немножко хочу поговорить на этот счет. Я верю, что у Бога есть ответ на ваши вопросы. Как ведущие люди, мы однажды узнали, что есть Бог. Я не знаю, как вы, но меня учили Бога. Нет, черта нет. Все сам, пробивайся в жизни, и я так шел. Но однажды я узнал, что Бог есть. Я сам украинец, и там на Украине я однажды уверовал. Ну, я сказать украинец, но я родился на Сахалине. Но приехал на Украину, чтобы вынуть украинскую мову. Я же украинец, да? Ну, очень своих знать корни, откуда. И я там уверовал. Уверовал, и Бог начал учить меня. И я сегодня хочу об этом поговорить. О себе коротко. Я жду в Ташкете. У нас церковь, мы там собираемся. Также дети Божьи, как и вы, после работы прибегают. У нас много церквей по городам. В некоторых церкви собираются каждый день утром и вечером. В некоторых церкви собираются 3 раза в неделю. В некоторых 4 раза в неделю. У некоторых 4 собрания в день. У некоторых по-разному. Ну, по-разному. И Бог ведет свою церковь. Он ведет ее показала здесь все по всему лицу земли и по всему лицу земли. Значит, кто-то будет показывать мне? Мне лучше, чтобы сюда показывали Слово Божие. Высвечим, наверное. Пусть там кто-то садится, и он будет высвечивать то, что я скажу. Мы откроем одно из мест Священного Писания и будем говорить, как Бог учил народ Истану. Это будет 9 глава Числа с 15 стиха. Мы прочитаем эту главу до конца. Знаете, это сказка. И что? У нас на прямом живой лице надо переделать. Марта Штоликман прислать. Молодежь не знает, как сделать? Библию быстро. Песни мне ваши не нужны будут, а вот Слово должно высвечиваться. Послал Слово свое, исцелил их и избавил их от могилы. Что послал? Песню или Слово? Слово. Хорошо. Это здорово. Я открываю. Это будет книга Числа. 9 глава с 15 стиха. В тот день. Опять очки можно деть. Это говорит о том, что как будто солнце плохое стало. Нет солнца на месте, и все. Жизнь человека. И зубы пангают. И свет как будто мало стало. Я читаю из 15 стиха. Кто открыл, открыл. 9 глава числа. Он пускай делает там. В тот день, когда поставлена была Скиния, облако покрыло Скинию откровение. И с вечера от Скинии как бы огонь виден был до самого утра. Так было и всегда. Облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь. И на месте, где останавливалось облако, там останавливались страны сыны Израилевы. По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над Скинией, и они стояли. И если облако долгое время было над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому, указанию Господа, и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией, и они по указанию Господня останавливались, и по указанию Господня отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако. Тогда Да и они отправлялись, или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. И если два дня или месяц, или несколько дней стояло облако над Скильной, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь. А когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господню останавливались и по указанию Господню отправлялись в путь. Следовали указанию Господню, по повелению Господню, данному через Моисея. Аминь. Слоним свои головы, Господи. Отец мой в твоем присутствии, и в твоем драгоценное Слово. Нам важно услышать, что ты хочешь сказать нам через нее, через это Слово Твое. Поговори к нам. Ты учил народ израильский ходить. По повелению твоему. И они учились этому целой страной. Помоги нам понять сегодня, что это значит для нас. Дай нам быть послушными твоему драгоценному Слову. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Косило место, помог нам Господь. Итак, народ израильский вышел из Египта и пошел по пустыню. Кто читал Библию, кто не читал, ну, выслать не услышите. В то время были люди, которые тоже не читали Библию, но слушали. Приходили в синагогу, внимательно слушали. И что-то захватывало их. Меня тоже однажды захватило Слово Господне. Я так ран был, что я не веровал. Хотя с намерениями очень плохими я зашел в дом молитвы. Ну, у меня были друзья, мы проехали. И плохие намерения были. Но Бог, друзья мои, они ушли, а я остался. Я никогда не слышал песен, которые пели люди в церкви. И когда я услышал, для меня это было как-то интересно очень. Потому что я только научился материться, ругаться. А тут никто не ругается, никто не матерится. Песни такие интересные поют. Никто не выкобучивается, никто не пиярится. Так, мне понравилось это. И пришла милиция. И забрали меня вместе с ними. Это было моё первое. И повезли, я полез драться, меня успокаивали. Я говорю, что я сошёл, что теперь меня в милицию, что ли? Написали на заботе, я работал на заботе. Меня быстро выкинули с забота. Я был ударником коммунистического труда. Я успешный был, у меня всё было хорошо. И вдруг по дну части я всего лишь шевец. Обозвали мракобесием. Назвали штундами. Чего только не придумали. И я не знал, что делать. Я говорю, Бог, я же пришёл к тебе. Я же умировал. Да, я стал ходить. Ну, беседовали там. Портков, местков. Вы знаете, что, заводы, где всё. Всё это была идеологическая работа, поставлена на высшем уровне. И мне просили, не ходи больше в мракобесием к этому, не ходи. Они там голову морочат, они там. А я говорил, ну, как украинцы, всё рубли наоборот, да? Я что-то не запрещаю, я тут иду. И я пошёл. И я до сих пор рад, что я не послушался никого. Я встал ходить. Ну, и из-за этого меня выкинули из завода. И даже партком сказал, давай я тебя, батюшка, познакомлю. Он тебя перекрестил. И бутылочку-канеку поставишь, и всё будет хорошо, всё нормально. Ну, это в то время хотели меня перекрестить. Я был ещё. Есть сухие грешники, есть мокрые грешники. Сухие грешники – это те, которые не крещённые с детства, его не поймали, не крестили. А мокрые, когда маленького поймали, покрестили – мокрый грешник. А этот – сухой грешник. Ну, такое понятие есть на всей Руси нашей. И слава Богу, меня потом перекрестили. Это уже было сознательно, зрело, трезво. Потому что крещение – это одно из тайн, которые в церкви делаются. Слава Богу. Это хорошо. Это порядок Божий. Ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущий Его поздаёт. Ну, я веду, и я ищу Его. И Он говорит, вам надо креститься. Я крестился. Говорю, а дальше что? Тебе нужно духовное крещение. А дальше что? Вот тот Дух, который сойдёт на тебя, Он будет тебя вести по жизни. Как бы забивая далеко назад, я скажу, что человек был сотворён, как духовное существо. Не душевное, а духовное существо. И факт, что в замыслу Божьему человек должен быть в один Духом Божьим. Но так как человек согрешил, не послушался Бога, сделал то, что Бог запретил ему делать, человек потерял свою духовную суть. Ну, потерял, она умерла у него, скрылась у него. Человек духовен. И сегодня духовен, даже когда он отвергает Бога, он духовен. Но Дух его мёртвый. Это как человек имеет глаза, а сам слепой. Глаза его не видят, но слепой. Вы видели слепорождённого? Глаза есть, но не видит ничего. Такие много людей сегодня, они как слепые. Они глаза имеют, но они не видят. Ни Бога, ничего. Они даже говорят, где Бог? Покажи мне. А Бог есть Бог. Есть вещи, которые трудно объяснить или показать. Ну, я спрошёл у тебя, я вчера борщ делал вкусный, правда? Мы сказали, я не пробовал, я не знаю, а я горький не водил. Надо попробовать самому. Написано, так и написано, вкусите, как благ Господь. Вкусите сами, потому что приходящего ко мне не изгоню Бога. Но это одна сторона. Мы начинаем двигаться, проповедники проповедуют. Я слушаю слово, моё сердце горит. Я хочу знать Бога. Я научился всему плохому. Всему плохому я научился. В свои ранние годы, в свои 23 года, я уже знал всё, и мне уже ничего мило не было. Что-нибудь новое повторить. Я женился. И даже когда женился, то жена, ну, хорошая жена, ну, у меня проблема, мне все женщины нравятся, кроме жены. И я не знаю, что делать с собой. Плодливый, проблемы в теле, в голове, в мыслях, целое кашелье, я не знал, что делать. Ну, и кому расскажешь это? Кому расскажешь? У тебя жена хорошая есть. Чего тебе? Чего тебе ещё надо? Нет, вот не слово куда-то. И я начал искать Богу. Я понимал, что есть что-то такое, где человек может жить в свободе. Человек не раб своего тела. Человек не раб своей плоти. Он больше, чем тело. Приговор, который сегодня на нами висит, когда могла в меч, смертью умрёшь, он не обменялся Богу. И люди умирают сегодня. И душевный человек может умереть сегодня. У любой из нас, может, в любой момент. Но когда вы рождаетесь свыше, принимая Христа своего Спасителя, вы не только научаетесь, или рождаясь свыше, вы не только становитесь вечно живущими, но вы вдруг начинаете осознавать, что вы не умрёте, смерть над вами не имеет власти. Не имеет власти. Нет, вы скажете, люди же умирают, и верующие умирают. Ну да, они умирают, но они не умирают, они просто переходят. Они просто переходят из этого состояния физического тела. Понимаете, оно уже не удалило это тело. Я уже жду, когда Иисус говорит, как я томлюсь, когда всё совершится, и я выйду из тела. Он был в теле, как мы. Он родился необыкновенным образом, через Деву Молию. Он родился, пришёл на землю. Он был, но Он родился, чтобы быть как один из нас. И Он говорит, как я томлюсь в этом теле. В теле мы ограничены. Ну, у вас есть мысли, да? Вы можете сейчас, кто-нибудь в Ташкенте, повыгрывать мысли? Да. Да, если напряжёте своё воображение, а это духовные вещи. Они есть у вас. Ну, вы просто не пользуетесь этим. О чём мне воображать? Ну, есть мечтатели, конечно, которые мечтают тое, а есть ещё такие плотские мечты, как раскатают губы, да ещё раз мечтаются на кроватях своей. И чего только мыслей не приходит видеть. Целая серия, сериалы. Мы Иисус Победитель. Аминь. И когда я пришёл, я был грешником. Но я не только узнал, что мы, рождаясь, мы начинаем расти духовно. И внутри я расту. И до сих пор я расту. И до сих пор жизнь Божья действует во мне. Чтобы вот это смертное тело не имело власти. Мы его покоряем. Нам дамы это власть. И потом Бог говорит, что ты будешь поднимый Духом Святым. Это целая страна была, когда Бог вывел евреев из Египта. Почти три миллиона людей вышло и пошло в пустыню. И кажется, вот они пошли, облако вёл их. Да-да. В том облачном имя и людьми становился, и они попали в западню. Ну, вы можете сказать, они заблудились в этой пустыне. Но я скажу, Бог завёл их туда. Он завёл их туда. Они не заблудились. Он завёл их в такое место, где впереди вода, с боков горы, воды нету, спереди море, а сзади египтяне поют поиска, и всё, смерть. И у людей страхи. Как и сегодня, много людей со страхом живут. Даже свет не выключают ночью. В спальню свою ложится, на экзамон закрывается, и свет не выключают. Страхи. Страх. Тебе нужно освободиться от страха. Но освобождение приходит через Иисуса Христа. Только через Него. Рассмеялся. Три-петрае время назад один человек подошёл к пастору и сказал, мужчина, подошёл и сказал, помогите мне, помогите, если у меня не нулез. Писеть. И, конечно, проблема, это человек взрослый, вот такая болезнь у него. Ну, а пастор, он хороший теолог, хороший проповедник, он говорит, у нас есть психолог, ты покажи, походи к нему. Ну, он начал ходить к психологу, две недели проходил, и потом возвращается, и говорит, а пастор убедит, ну и как? Он говорит, ну, всё так же, только стыд потерял. Сегодня люди мудростые, они неводимые Духом Святым, они ищут своего рода. То есть, Иисус исцеляет, психология не исцеляет. Помните, это неводительство, которое вы, может, думаете, что получили, попадёте к тому хорошему врачу, там далеко можно уйти. И целый уровень себе набрать. Ну, мы говорим сегодня о водительстве. Евреи попали в западню, плакали, но Бог показал Морисею, что нужно сделать. Оказывается, выход у Бога был. У них не было. А у Бога всегда есть. Люди Богу сказали, всё, у тебя критический умель в жизни, ты ульды и кэнты. То есть, ты стоишь в базаре, то есть, а, извиняюсь, по-узбецки. То есть, ты скоро умрёшь, тебя на кладбище, быстро отвезут. И здоровье там. И на этом всё, финал кончится всё. Но, Иисус царь сегодня. Он здесь. И те, которые уверовали в Господа, есть и умрут, что? Оживут. 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 Оживут всех, кто верует в Него. Кто во Христе Иисусе, если вы умрёте, оживёте. Оживёте. И эту жизнь вы можете носить уже сегодня и знать об этом. Сокровище с ним мы носим в глиняных сосудах. Вот это тело, которое я, костюмчик одел, чтобы глиняно у вас тепло, хорошо мне прияться. Ну, это глиняный сосуд, или горшок, или Библия называет смертные тела ваши. Они на небе не нужны. Но здесь они ещё нужны. Пока мы живём, мы ходим на небе. Но там они не нужны. Поэтому Бог сказал, плоти и кровь, царство Божьем и наследуем. И всё. Но это происходит, когда Дух Святой начинает вести человека. И он начинает понимать, что такое, или как в психологии говорят, раздвоение личности. Сегодня столько много умных слов, я не пытаюсь ими пользоваться, но люди говорят, ты вот говоришь там, что ты там. Да, я там, внутри. А это снаружи. Это вредное. Вот сегодня видите, может завтра не увидите, отнесут вперёд ногами, быстро-быстро. Машь Бубарева сыграет на подороге. Быстро зародит. А я-то живой. Я не плоть, я Дух. И Дух в Духе жизни. И вот этот человек мёртвый, ему нужно родиться свыше. Если вы хотите мёртвого, объяснять ему библейские истины, он мёртвый. Он ничего не поймёт. Но если человек родился свыше, его Дух чувствительный. Его Дух чувствительный. Можно обращаться к Духу. Можно обращаться к Духу. В прошлый год у меня произошёл момент, меня позвали в один дом, и там умирала женщина. Она глухонемая. Я пришёл туда, и там были все глухонемые. Но у них был сын говорящий, племянник говорящий, племянник говорящий. А он куда-то исчез. Я стоял, и все были глухонемые, и они, как вы знаете, они мячат обычно. Ну что, да? Я не мог с ними разговаривать. У вас кто-нибудь говорит на таком языке? Глухонемые. У вас нет глухонемых, слава богу, у вас. Всех слышащие и говорящие. Но это вот, там большая группа была верующих, все они были глухонемые. У нас есть служение глухонемые, есть поста глухонемые, которые проповедуют по глухонемому. И чаще всего это местное население, узбеки, таджики. Это хорошее время, потому что раньше глухонемых, красноязычных, храмых, слепых в мечеть не пускали. А так как им некуда идти, кто-то им сказал, говорит, Иисус может вас принять такие, какие они есть. И они пришли к Иисусу и уберывали. Их выходят за Иисусом и по-своему песни поют, рассказывают, говорят, молятся, ну, как глухонемые. И вот я стою перед Громом, не Громом, но кроватью. Она лежит уже вторую неделю, не кушает ничего. И лежит с закрытыми глазами. Она уже две недели не открывала глаз. Я стою, думаю, что ей сказать? Как сказать этой женщине? Она еще молодая, ну, как молодая, лет под 60. Но она умирает. Приятная молодая женщина, молодая, трудно сказать, красивая. Лежит, и правда, она очень красивая, эта женщина. Лежит, я думаю, Господь. Они выходили, руками машут что-то, «М-м-м-м-м-м». Я думал, как же обратиться? И вдруг приходит слово. Обратись к ее Духу. Она верующая, она член церкви, я знаю. Ну, некому не перевести ничего. Я просто поднимаю руку и говорю, Дух, слушай, что я тебе скажу. Во имя Иисуса открой сейчас глаза и передай этой женщине грехи ее прощены, кровь Иисуса Христа была пролита за нее. Она теперь говорит, «Царство Божье». И ее Дух спасен через кровь Анса. Я сказал такие слова, вдруг глаза ее открываются и лицо ее начинает сиять, такое вот, я даже передать не могу. Вот, расцвела она, румянист на щеках появился. Она такая цветущая лежит, она не говорит, она тоже глухонимая. Но ее Дух слышит, что я говорю. Дух человека, он не зависит от тела. Он просто в теле живет. И эта женщина, улыбаясь, смотрит на меня и глаза не так. Принимает все. Она понимает, что я говорю. В Иисусе Христе тебе есть прощение, есть спасение и есть воскресение. И ты воскреснешь вместе с Ним в свое время. Когда я произнес эти слова, она так с улыбкой, все глухонимые, как начали мычать, как начали махать руками, кричат, что так говорят, что так, люди не понимают. Я просто поблагодарил Господа, что Он приготовил эту женщину, что я смог ей объявить прощение веков ради имени Его и утвердить ее спасение во Христе. Утвердить. И ушел. На следующий день она умерла. Ушла. Не умерла, ушла домой. Мы говорим, люди говорят, прощай, когда хороан. Мы говорим, до свидания, до скорой встречи. Я скоро приду. Не переживайте. Иисус нас встречает. Итак, я обратился к Духу, потому что я не знал ее языка, я не мог разговаривать, у нее уши не работали, она не слышит. И я просто обратился к Духу. И это уже второй раз у меня в жизни происходит, где мне приходится говорить к Духу человека. Дух, он принадлежит Богу. Хотите, не хотите, он принадлежит Богу. Человек, рожденный, слышен, он принадлежит Богу. Бог востребует свое. Человек должен родиться свыше. У многих людей есть религия. Я отвечаю на вопросы некоторых из вас. То есть, вы выросли, вот как я вырос, у нас было, дед у меня пел на Крылуса в храме, пил и бабушку бил. А бабка всегда мне сахар давала. Но в то время сахар это была большая ценность, сладенькая, чем-нибудь внучку. И когда дед хотел бабку бить, я бросался на него, мне пенка давал, я пацан был, я полетал, я думаю, я подрасту, я свою руку пока не задушил его. Но мне не пришлось его душить, он вздох от пьянки. Хотя всегда, даже самогонку он перекрещивал. Он так не пил, он не обещал. Но вы все знаете, что пьяница царствия Божия не наследует. Так написано. Сколько ее не крести, пьяница царствия Божия не наследует. Все? Чудо? Понимаете, да? Разумею? Хорошо. Итак, мы говорим о водительстве духа. Бог рождает человеческий дух. Он взял евреев, выбыл из Египта. Они тоже жили вот этой приземленной жизнью. Ну, все так живут. Ну, нормальные люди все живут. На работу, домой, телевизор, на танце, потанцевал, потом замуж вышел, женился, детишки. Ну, я хочу, хорошую жизнь прожить. Ну, может, на Майами кто-то доедет, или во Флориду кто-то съедет. А может, нам в Дашкент тоже погребится. У нас бывает жарче, чем во Флориде. Запомните. Брата Кахора взял, мы проехали. Ночи было 50, а днем было 63. Жарный. Брат, и кот лежал, может, поделиться с вами. А у нас церковь есть. Там есть группа верующих. Не везде 60 градусов жары есть. Но у нас есть. Слава Господу. В кругом пустыня, и даже деревья растут. В этой жаре ничего. Ну, просто аж листочки сворачиваются на солнце. Ну, потом ночью разворачиваются, опять на день сворачивается. жара. Так что, может, если не попадете туда, можете попасть в Узбекистан. И там есть теплые места, очень теплые, хорошие. Слава Господу. Итак, что же нужно человеку в жизни, чтобы Бог мог его вести? Ему нужно родиться свыше. Евреи вышли все, и вот они стояли перед морем. И Бог провел их через подно море. Ветхозаветнее, это значит, прообраз был, что человек должен пройти через гердам. Он должен креститься. Они все крестились во имя Господа Иисуса Христа. Крестились в Черном море. Не Черном море, а Черном море. Они крестились, они прошли по дну, воды стояли стеной. Трудно это представить. Все же мы вероим шагами. Вера шагами. Вода может стоять. Когда-то мне сказали, он собрал воды на горах. Моя нога болтает. Воды на горах собрал. Куда он собрал? Вода течет, оказывается снег. Оказывается снег. Воды на горах собрал. Там ледники такие лежат. Это воды все лежат. Бог собрал их. Просто мы иногда не можем понять. Но когда понимаем мы начинаем осознавать, величие, могущество Бога, силу Бога, его действия. Итак, евреи прошли через Черное море, на что покусившись, египтяне потонули. То есть люди используют это крещение сегодня, но не тонут в грехах своих, тонут в пьянстве, тонут в своей философии. Они не верят в Бога. Они просто хотят сделать то, что Бог сделал. Например, мы живем в исламском, где много религий и ислам. И мужчины все обрезываются. Они потому ли в этом обрезали? Они сделали из этого традицию. Иисус был обрезан на восьмой день, а в тридцать лет Он крестился. Мы иногда говорим, ты обрезан? Да, мусульмане не обрезаны. А он говорит, ты веришь, что Иисус Масих Пайгамбар? Вот пророк. Да, верю. А почему ты не крестился до сих пор? Он в тридцать лет крестился. А для чего он крестился? А зачем он крестился? Ну, меня в детстве обрезали. Ну, Иисус тоже был обрезан. А в тридцать он крестился. А я не понимаю, что это такое. себя не теперь живи для Бога через Иисуса Христа. Я не могу его принять как сына Христа. Ну, хорошо, мы примем его как пророка. Вы же верите, что он пророк? Верю. Мы примите. А если не можешь принять его как пророка, примите как сына человеческого. Один Бог, один и посредник между Богом и человеком человек и Иисус Христос. Прими его как человеком. Подумай. Это вера и делается. Если у тебя есть вера, ты принимаешь. А если у тебя нет веры, ты ну, я не знаю, а я думаю. Ну, и умри тогда. Ну, в том море, где египтяне были. Чунде. Понимаете, да? Я часто говорю в армитуре, есть много узбеков, таджиков. Они понимают, что я сейчас говорю. но простите, что я иногда слова улетаю. Итак, евреи вышли. Бог начал их учить. Он начал их учить повиноваться духу. Как он их учил? Он послал им облачный столб и огненный столб. Да им облачный столб и сопровождал. Как только он останавливался, они останавливались. как только он начинал двигаться, они двигались. Он останавливался, тебе казалось, а тебе казалось, что он в неправильном месте остановился, вот туда бы лучше было, там он в гонаре будет за тише, а тут ветер дует в санцепек. То не облако были неправильные мысли, в твоей голове были неправильные мысли. Если облако здесь остановилось, остановись, это водительство может. Остановись, все водимые духом может, суть цены может. Если ты выйдешь из-под этого облака, там будет жара тебя печь. Если ты останешь, ты от голода умрешь. Потому что облако покрывало. Кто из вас был когда не в пустыне? Брат говорит, я был. Я однажды застрял в песках. Я посадил молодежь и мы решили через Учкуду проехать до Лукуса. Там 400 километров Каракумы. Одни пески, много песка. Пляж вообще замечательный. Воды пока нет. Пляж нет. И мы ехали. На дороге машина была сломленная. Когда водитель увидел, что я еду, он выскочил, он махал луками, ногами остановительством. Он проскочил воды. Я уже тут стою несколько суток. Воды нету, воды нету. Наша молодежь, она же такая добросердечная вся, все полетен вода. Налили воду. воду. Налили воду. Машина сделала, а воды нечего, жара не может и пить нечего. И он все бутылки отдалил. И проехав после этого еще километров сто, я застрял в песке, в Бархане в одном. Застрял. И все сидят, но я больше смущения не лег на Бархан на песок. Песок чистый. Туркмены рождают детей прямо на песок. Они протирают его песочком, ребеночка, и они нормальные все, хорошо. Им не нужно белые простыни, больницы. Там прямо песочек. Это здорово. Он стерен, вытирается солнце. Там нет полячек. Туркмены некоторые могут умереть от вашего насмерка. у них нет этой болезни. И я лежу, звон такой ушел. А молодежь пить хочется. Пить хочется. Что делать? Мы воду отдали. А зачем вы отдали? А вот сейчас может семь дней ни одной машины не будет здесь. Мы проезжаем пустыню. Никак семь дней. Копайте машину. Пить хочется. Мы день сидим. Я говорю писайте паночки. Собирайте свою бочерку. Будем заниматься уринотерапией. Все начали молиться, каяться. А вы не думаете, это сейчас я рассказываю так немножко смешно. А ну тогда у них недосмеха было. Некоторые из них они были тепличные. Выросли в квартире где горшок рядом, где вода рядом, а тут пустыня. А люди там живут. Люди там живут пустыня. Они знают, где колодезы есть, где вода живая течет. У нас написано живая жизнь. Есть у нас церковь живая вода. Они знают, где вода живая. То есть есть мертвая вода, есть живая вода. вы знаете мертвая вода это стоячая затухшая пропащая а живая вода это движущая вода. И хорошо. Вот мы стоим уже вторые сутки и хорошо ехала машина. Она нас вытащила убрала и мы доехали до места. Но все были так напуганы. Все равно хорошо. Человек 3-5 до 6 суток может жить без воды. Не переживайте. Своё выливайте. Никуда не выливайте. Сохраняйте. Космонавт он сохраняет всё своё пьёт. Так что ничего. Ну а что такое водимое быть духом? Вы уже не имеете страха. Вы не имеете страха. Но Бог дал нам проехать, дал нам испытания на дороге. Мы прошли его. Он увидел нашу бедность, наша вера тут же угасает. Могу выдать и пустыню. Он может дать. Написано, что камень был с ними. Камень это был Христос. Они пили из одного камня. Они пили. Вода разверзалась из этого камня. И все три миллиона людей пили воду. По крайней мере три литра человеку в сутки нужно. Ну а есть еще и постираться. А есть и что еще. Все это по-разному. Итак, евреи иши, если они отставали, они умирали без пищи и воды. Там, где было облако, там падала манна. Где не было облако, там не была манна. То есть каждое утро они выходили и собирали манну кушать. Это то, что я делаю. Утром встаю, я читаю Слово Божье. Это моя манна. Я кушаю. Это прообразы для нас. Да, она все нам как прообразы. Утром раненько я читаю. Потому что целый день загружен люди, встречи, поездки. Но утром раненько я кушаю Слово Божье. Это манна. Еще в этом, когда они рано вставали, все равно кто-то это предрассветная молитва. Когда еще все спят, Иисус уединялся и молился. Если это нужно было Иисусу, то это нужны мне силы. Они утром вставали и искали вот где он. Кто любит поспать утром? Я люблю. Но я научил себя вставать и уже 40 лет я встаю. Каждое время было крово. научить. Вот не хочет. Она хочет поспать утром. Вечером не ложишь, утром не подынешь. Но все равно вы можете научить себя. Это хорошая привычка. Вставать утром и скаклиться обоих. Итак, евреи двигаются. Обратите внимание, день стоит, они стоят. Кто-то сказал, мы тут неправильно вместе, тут может ветры подняться. Время неправильно. У Бога все правильно. у Бога нет ошибок, у нас есть ошибки. У Бога нет ошибок, у нас есть ошибки. Мы не знаем свою жизнь на период, он знает ее на период. что мы придумаем запомнили. Мы тоже это знаем. Итак, они шли за ломоком. Все, кто оставали, они умирали. Все, кто убегал вперед, они тоже пропадали. Люди, которые не хотели повиноваться, он сказал, в субботу не выходите, ничего, пятницу наберите, сидите, кушайте, это единственное, что вы можете делать в субботу, и слушайте закон Божий. Нет, кто-то вылез и пошел, говорит, я умил Бога, я сейчас пособираю дровишек на запас. Что делать с ним, убейте его. Очень жестко. Но он же работать пошел, он же хочет для семьи убейте его, он непослушный Бог. Послушание это одно из качеств верующих людей, они послушны Богу. Что подразумевает правление Бога? То есть Бог правит народом своем. Это люди, которые покорны ему и послушны. По сути, когда человек согрешил против Бога, он стал бунтарен. Он говорит, я без Бога проживу, я самодостаточный, я самодостаточный, я получу хорошее образование, я получу хороший авторитет, я получу хорошую работу, ну потом на хорошем кладбище меня похоронят. Это финал. Хотя иногда обманывают людей, говорят, что ничего, главное, чтобы ты вот жив в обществе, мы все в обществе, но мы не от этого общества, мы дети Бога. говорим, я не от этого Бога, мне обычно сразу говорят, и что, не грешишь? Нет, я умер, и что, у тебя бабы нет? Нет, нет, у тебя парня нет? Нет, ой, какой ты, ой, какой ты, это люди говорят, а Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. он говорит, я вас определю, вы же мои дети, я заботливый отец, я лучше твоей матери и отца, я позабочусь о тебе, если ты, конечно, хочешь, чтобы я заботился о тебе, если ты хочешь быть под моим водительством. Сегодня люди не хотят никого, мы не рабы, мы свободны, но Иисус останавливая людей говорит, человек сам по себе, он в рабстве, своих похотений, в рабстве своего мышления, в рабстве своих эмоций, в рабстве своих идей. Люди строят, общество за обществом, они приходят и уходят, что-то построили, что-то не построили, они умирают. И их идеи умирают, а все такое приходит. И поколение за поколением, вот мое поколение строило хорошую светлую жизнь. Они строили коммунизм, они хотели, чтобы все было хорошо, даже на памп поезд раскачивали, он уже не едет, они раскачивали, чтобы идея как-то оставалась идеей, идеей хорошей. Но она умерла, и все, ушло куда-то, все кануло куда-то, общество разделилось, и как тогда были богатые и бедные, так и сегодня, и как тогда люди жили, каждый себе, так и сегодня. Но дети Божьи, вне всего этого, аминь, потому что он вверен вас, в царство возлюбленного сына своего, вы не чужие богу, уверовав в Господа Иисуса Христа, пусть стали детьми Бога. Вы особенные бочами Божьи. Итак, водительство это Божье слово, ваш дух. Бог разговаривает с человеком, он не мертвый, он живой, все пророков похоронили, у них есть гробницы, но Иисус воскрес. Мы узбеки говорим обычно отвечаем он воскресший, он живущий Бог. Он царь царей, он воскресший, хакикат тантры дыр, он не остался у гробницы. Я вам расскажу одну маленькую историю. Это было в одном городе, она учительница, уже 30 лет, узбечка такая, приятненькая женщина, замуж не выходила, училась, все время училась, сейчас она преподаватель, и сейчас она преподаватель, и она пришла в одну узбекскую семью, семью, и они говорят, и сумаси, и сумаси, и сумаси. Она слушает, вы же мусульмане, чего вы говорите, Иисус Христос, Иисус Христос, они говорят, нет, мы христиане, ей говорят, мы христиане, нет, вы же узбеки, вы мусульмане, она, они говорите, нет, мы христиане, мы христиане, не понимают, ну вы же узбеки, узбечки, вы же с детства мусульмане, нет, мы христиане, а ты, говори, спроси Бога, за кем тебе идти, за Христом или за духами, да, она пошла, она решала от нас, у нее хорошая религия, она женщины, они должны иметь строительные правила в жизни, в исламе, а люди, они ответственны за свою чистоту, за свою святость, может быть, слово здесь неправильное, но за чистоту, попробуй, девушка нечестная выйдет замуж, ну убить могут, так же, как вы знали, в чем ты блудила в доме отца своего, ты не имеешь права, в Узбекистане, если девица загуляет в доме, ей никто замуж не будет, никому она не нужна, она будет, он на все четыре стороны вышел из дома, и сейчас свадьба накроется, все накроется, там жестко поступим в этом вопросе, а она девица, она сделала тахарам по закону, помылась или глаз и ночью приходит Иисус и говорит, пошли со мной, Мария, она говорит, нет, я, Мухаммеда, должна у Мухаммеда спросить, идти за тобой, не тяга, он говорит, хорошо, пойдем, и привел его в Медину, в Мекку, и Мухаммед лежит, прямо в гробницу туда, Иисус говорит, спросил, она подошла, это все во сне она видит, берет за плечо, и говорит, Мухаммед, Мухаммед, за кем мне идти? А он молчит, она опять, Мухаммед, Мухаммед, за кем мне идти? А он молчит, а он молчился к Иисусу и говорит, ну он же и мертвый. И вдруг она включилась, он же мертвый, а Иисус живой был. На следующий день она прибежала в церковь, попросила преподать ей водные крещения, она сейчас член этой церкви, ходит на сады, Бог открыл ей, все пророки встанут перед Богом, но Иисус Христос, Он судья, верующий в Сына, Мухаммеда, на судья приходит, но перешел от смерти в жизнь. Аминь? Аминь. Вы верующие. Но будет водительство Духа, Бог учил евреям. Я не буду сегодня по каждому стиху говорить, почему он говорит один день, два дня, месяц стоять, идти и прочие. Братья мои, тоже поделятся Словом. Я благодарю Бога, что каждый из них служит, и вы будете внимательны, о чем они будут говорить. Церковь сегодня, водимая Духом Божьим, она под руководством Иисуса. Он создал церковь, и врата ада не одолеют ее. Это не твоя церковь, не моя церковь, это его церковь. Ну, есть люди, которые создали себе церковь, это мое рабочее место. Ну, что сделаешь, ну, это их не рабочее место. Но это не должно быть так. Церковь принадлежит Христу. Она его. Он хочет ее вести через свои дары. Братья будут делиться еще, как Бог может управлять церковью. Итак, мы узнали, что первое, что он сделал, он завел их в трудные обстоятельства. Я на себе это пережил. Я думал, если такая вера, зачем она мне нужна? А оказывается, это хорошо. После наученных доставляет мирный плод праведности. Потому что Бог учит нас. Мы же своевольные все. Одно из условий послушания. Все, которые послушались, они помазали, Пасху вы праздновали недавно, они помазали, перекладили косяки, перекладенные косяки дверей в кровь. И там его на смерть. Кто не послушался, подумал, это вымазывать, потом красить заново, бебить заново, зачем ему не осталось? Умри тогда. Богом не надо спорить. Он сотворил нас, не мы его сотворили. Это нам диртует, говорят, человек, он человек, который не успевает в жизни, он берет Бога себе как костыль по жизни. И некоторые говорят, я верю в Иисуса Христа, чтобы он мне помог здесь в жизни. Бог не костыль по жизни. Он творец твой. Он господин твой. Он соткал тебя во среве матери твоей. И счастливый Бог, когда ни одного еще не было. и теперь позвал тебя сюда, на это собрание. Пусть Бог даст тебе откровение. Итак, водимая Духом Божьим, суть цены Божьей, церковь должна стремиться размышлять о горне, а не о земном. Земное все сотворенное, однажды кончится, чтобы прибыло непоколебимое. Все поколебится. Все, что подвержено огню, оно сгорит. Но дети Божьи поднимутся над всем этим. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Пусть Бог даст разумение. Ищите его. Кто не крестился, креститесь. Потом он пришел, пастор и говорит, крестите меня. Он говорит, слушай, декабрь месяц, холодно, лед уже метр. Он не хотел лезть в воду. Холодно? Я говорю, крести, а вдруг меня убьют. Я уехал в Уссуриис, куда служил в барнике. Я сказал, пожалуйста, крестите меня, а вдруг меня убьют. Вы отвечать будете за меня. Я хочу креститься. И он повел меня одного креститься. Снег кругом. Я в воду зашел, как огонь прошел. Все грехи мои были прощены. Все осталось на той стороне моря. И египтяне там остались, и грехи мои остались, и обвышал новое творение во Христе Иисусе. Я до сих пор этому рад. До сих пор. Жизнь моя со Христом. Я хочу, чтобы ваша жизнь была со Христом. То, что я ошибался в жизни, я ошибался. Но так как ты в семье Божьей, прощай и милуй. Так же, как мать шлепает ребенка и говорит, что я тебе сказал? Он все не буду делать. Тут же делает. Она опять его шлепает опять. Пока чего-то не поймет. Но он растет. И мы растем. Итак, вы хорошо, что не пришли сюда. Сделали. Иисус любит вас. Но Он даст вам водительство Своё. Научитесь послушаться Его. Простому Слову Писаному. Если ты не хочешь подчиняться Слову Писаному, ты не послушаешь и Слово Проговоренного. Научитесь подчиняться простым вещам. Не оставляйте собрание вашего. Приходите. Ведите чистый образ жизни. Ведите. Будьте святы, потому что я свят. Ничто преданное мерзости, оно не пойдет туда, в Царство Божие. Не отманывайтесь. Бог, поругая, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Да научит нас жить Его святой жизнью. А я хочу помолиться. Вот. Мы встанем. Отец мой говорил, мы приходим к тебе через драгоценную кровь, сыном твоего Иисуса Христа. Ты вел народ свой по пустыне. Ты учил их, Господь, как послушаться. И все неверующие погибли там, в пустыне. Ну, а те, которые были верны тебе, ты привел их в Канаан, в обетованную землю. Господи, благодарю тебя. Дай нам быть послушными тебе и твоему драгоценному святому духу. Учи нас повиноваться, когда ты говоришь, стой, я должен научиться стоять. Когда ты говоришь, иди, я должен идти. Помоги мне, Господи. Я молюсь за моих братьев и сестер, все, кто пришел на это место. Если ты сказал креститься, я должен креститься. Если ты сказал, иди, не молись о том, чтобы исполниться духом святым, дай нам исполниться духом святым. Помоги моим братьям и сестрам. Прими наше поклонение славу и честь во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.